Субтитры делал DimaTorzok Вот так выглядит обложка оригинальная Она тоже неплохая, но мне вот эта нравится больше Это знаете, как в начале 2000-х были такие автоматы Куда бросаешь по-моему 2 рубля и пытаешься вытащить игрушку Я за все время не вытащил ни одной игрушки Хотя были такие спецы, которые за некую сумму готовы вам были достать Которую вам понравится игрушку Вот здесь у нас бумеранг, спиддемон, шокер, жук И овердрайв Пятерка врагов Человека-паука Комикс опять же нас от Спенсера и художника Либера Marvel Now С корешка выглядит вот так Совершенные враги Человека-паука И здесь на иконке у нас собственно сам Человек-паук С задней стороны опять же враги Но уже на переднем плане у нас спиддемон, шокер и жук Купающиеся, так сказать, в деньгах Враги на краю Ну и какие сюда у нас входят выпуски Седьмой и одиннадцатый номера Ну и перечисления людей, которые его создавали Вот это что касается самого издания Ну и теперь перейдем к самому комиксу Здесь у нас сразу рекламка женщины Халка И совершенные враги Человека-паука Логотип Обложка, повторяющая заднюю сторону комикса Ну и как понятно Это у нас продолжение прямое первого тома Который, по-моему, и назывался Банда в сборе Если там у нас, можно сказать, было больше времени Посвящено такому злодею, как Бомеранг Он, можно сказать, лидер этой зловещей пятерки То во втором томе больше, как по мне, посвящено Времени суперзлодейки под именем Жук Ну и также все у нас продолжение Дела, как у нас эти суперзлодеи пытаются украсть Картину, на которой изображен Ну, как можно понять, Доктор Дум без маски Но, возможно, там и, может, и не Доктор Дум изображен Потому что нам не показывают лица Точнее, лица без маски Также появляются такие персонажи, как Гидромен И очень мне понравилось появление Меченого Да-да, даже он здесь появился Нравится мне вот этот злодей Меченый Вот, и здесь, можно сказать, три выпуска Точнее, даже, наверное, два выпуска И дальше идут такие, как мини-истории Рассказывающие нам о каждом Суперзлодеи Называются они, кто же такие совершенные враги Человека-паука Там и про Геркулеса В общем, так все намешано Но второй том тоже на уровне первого Ничем не уступает ему Ну и ждем, наверное, завершающий третий том Собственно, вот у нас здесь и появление Меченого Который у нас охотится за Бумерангом Ну и давайте посмотрим На дополнительные материалы Которых опять тут очень-очень-очень много А именно Пару страниц Здесь наброски жука Так, здесь я вам не буду спойлерить Что пишет кто там у нас в инвалидном кресле Сами потом посмотрите, прочитайте Вот здесь раскадровки Всякий черно-белый рисунок Ну и черно-белый Меченый Это художник Стив Либер То есть, который сам рисовал этот комикс И вот уже в продаже Первый том Под названием Банда снова в сборе Вот такой комикс Под названием Совершенные враги Человека-паука Преступление века Отлично читается Как раз-таки Вместе с выходом Совершенного Человека-паука Можно один том этого прочитать Потом том Совершенных врагов Человека-паука Хотя, в принципе Здесь и про Паучка Упоминается, возможно, там пару раз Но вот в этом томе, кстати, больше Упоминали Паучка, чем в первом В первом там вообще Мельком один раз, по-моему Про него было упоминание И все Так что, если вам понравился первый том Обязательно покупайте и продолжение Ну и ждем Завершающий третий том Который пока неизвестно когда выйдет Не было никаких анонсов Ссылка на этот комикс Забудет в описании Всем спасибо за просмотр Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok